Так, коллеги, всем привет, всех рад видеть, кто вовремя подключился. Давайте начнем наш вебинар. Мне тут девушки из рекламного отдела сказали, Вячеслав, надо вот этот слайд показать. Я сказал спасибо, покажу обязательно. Но не совсем понимаю, зачем нужны слайды, когда есть сайт. Значит, если вам понравятся наши материалы, вы захотите заниматься, например, у меня, то вы сможете меня найти очень легко, открыть сайт специалист.ру и в разделе преподавателей найти меня. Да, у нас учебный центр крупнейшей в Европе, большое количество курсов и нагрузка на сайт соответствующий, поэтому иногда подтормажет. Значит, Лобтруф Вячеслав Александрович, это я. Вот, и, собственно, здесь рассказывается о моих там заслугах и прочем. Можете посмотреть. А если вам понравится материал и вы захотите учиться, ну, у меня или у моих коллег, то все, о чем мы с вами будем говорить, представлено в разделе курсы. Значит, каталог курсов и тема нашего вебинара попадает в раздел курсы. Да, сейчас я найду. Вот это слово курсы Linux нравится. По-другому наши маркетологи, они это самое, не дремлют. Поэтому по слову свободное ПО. Мне не очень нравится слово курсы Linux, но, наверное, они все-таки из моего ведома решили так сделать. Да, первый привет такой. Ну, хорошо, давайте посмотрим курсы Linux. Значит, мне больше нравятся курсы Linux и свободное ПО. Ну, давайте посмотрим, что у нас из курсов Linux представлено. Значит, у нас представлена широкая линейка курсов, начиная от самого первого курса, на котором рассказывается, что такое Linux. Вот. И дальше оставшиеся курсы я буду упоминать в процессе уже обсуждения. Ну, вот этот план вот можете также легко найти на сайте. Мы с вами будем смотреть материал уже к четвертому курсу. Сейчас он называется «Модно. Импортозамещение корпоративных решений Microsoft». Ну, и на самом деле он всегда был, этот курс, даже до этих событий. Но всегда рассматривал решение человеческой задачи, полезная человеческая задача. Задача заключается в том, что у нас имеются пользователи, которые работают за рабочими станциями. Вот. Имеют логин и пароль. И, приходя на работу, соответственно, подключаются к своей рабочей станции, например, вот таким вот образом. И, пройдя аутентификацию, могут пользоваться ресурсами предприятия. Ну, какими ресурсами там? Первый, самый полезный ресурс предприятия – это, конечно же, интернет. Поэтому они запускают браузер и идут в интернет. А на самом деле все, значит, делается по разрешению, с контролем и так далее. И технология называется «Single Sign-On». Давно она уже известна. И, собственно, на этом курсе про вводится. Значит, сейчас я скажу, как она у нас получит продолжение. Собственно, мы с вами собрались не для того, чтобы Керберос изучать Кейклок. И вот, чтобы воспользоваться продолжением, я вас познакомлю еще с одним ресурсом. Ресурс мой авторский, называется «Wiki Val BMS.ru». Значит, Вячеслав Александрович Локторов – это я. BMS.ru – это основное место моей работы. Вот. И здесь много материалов, в том числе и ссылки на рекламный вебинар, который мы с вами сейчас услышим. Значит, ну, я прямо сразу буду переходить, куда надо. А, значит, продолжу вот чем. Значит, эта запись будет сейчас сделана. Я постараюсь, чтобы все прошло, значит, положительно, с минимальным количеством сбоев. Кстати, буду очень рад вашей помощи в этом вопросе. Если вы увидите, что я где-то там опечатался, я держу открытым чат. Вы мне, пожалуйста, помогите. Вот. А, собственно, материал этот будет добавлен в сам курс. И я могу даже так сказать, что если вы занимаетесь у нас на курсах, и вот теперь вот открыли эту страничку, то возьмите в руки мышку и делайте все, что делаю я. Как только у вас что-то не получится или как только у вас появятся какие-то вопросы, тут же остановите эту запись и спросите преподавателя вам помочь, потому что я сижу рядом с вами, вот прямо в классе. Вот. И вот действительно у нас такой формат занятий проводится. Это называется персональное или открытое обучение, когда преподаватель консультирует слушателей. Если же вы не наш слушатель и смотрите эту запись на Ютубе, тоже берите в руки мышку, делайте вместе со мной. Я привожу усилия к тому, чтобы, значит, все работало и так далее. Но если вы не наш слушатель, то не смогу вам помочь, как это, в общем-то, и с любым роликом на Ютубе. То есть, еще раз, есть формат персонального обучения в нашем учебном центре, он называется открытое обучение. И на мой взгляд, и на взгляд тех, кто его проходил, это лучший формат. Ну, а мы, собственно, приходим к материалу, да, что же, что же я хочу вам в этом вебинаре рассказать. Значит, пользователи не любят вводить пароли, это известно, не любят вводить, не любят менять, и надо им помочь. Сделать так, чтобы пароль надо было вводить один раз. Я уже начал с того, что действительно у нас в курсе имеется инфраструктура, которую, кстати, мы будем, ну, слово импорта замещать мне не так нравится. Мне больше нравится говорить, переводить на open source решение. Ну, и чтобы была понятна схема нашего предприятия и что будет у нас дальше там, какие ресурсы, я сейчас, значит, вместо вот этого слайда нарисую схему предприятия, чтобы те, кто на занятиях вспомнили, что и как у нас, а те, кто видит это в первый раз, могли быть в курсе, что и как для чего делается. Соответственно, линукс-системой, на которой большая часть сервисов у нас будет разворачиваться, является система под названием gate. Название говорит само за себя, это шлюз в интернет. Но также здесь развернуты различные линукс-сервисы, например, прокси-сервер сквит, через который наши пользователи ходят сейчас в интернет. Значит, локальная сеть будет представлена, тоже адресация нам пригодится. Вот такой вот сетью. 192.168. 13 любимый мой номер стенда. У каждого слушателя свой номер стенда. Значит, если вы на занятиях, то вспомните, какой у вас номер стенда. Значит, у gate первый IP-адрес, и мы с вами его здесь отмечаем. Значит, также я успел показать рабочую станцию пользователя. Давайте ее нарисуем. Мысли на таких рабочих станции много, поэтому я их вот тут изображу как бы несколько штук. Вот такие. Вот. И, собственно, название у этих рабочих станций клиент-1, клиент-2. Подпишу хотя бы одну, да? Клиент-1, клиент-2. Кстати, буду хвалиться. Да, клиент. Ну, пускай будет так. Не такая страшная ошибка, как могла бы быть клиент-2. Вот. Клиент-2. Значит, буду хвалить курс. Здесь рабочими станциями работают и Linux-системы, и Windows-системы. Но мы с вами еще раз другую тему изучаем, поэтому я буду использовать Windows-клиент-2. Он как раз вот Windows. И у нас имеется Active Directory. Давайте тоже его здесь разместим, чтобы было понятно исходное состояние стенда. И этот Active Directory у нас тоже в локальной сети находится и имеет 10-й IP-адрес. 10-й IP-адрес. Значит, это у нас Microsoft Active Directory. Microsoft Active Directory. 10-й IP-адрес. Вот такая вот исходная, вот такая вот исходная картина. И, собственно, решение задачи Single Sign-On. В данном случае, в случае Kerberos, я вам как раз и начал показывать. То есть человек подключился. Так, ну и чтобы какой-то практический смысл в этом был, я сейчас подключусь к гейту. Покажу вам, что мы имеем ситуацию, когда доступ к любым ресурсам, в том числе интернет, у нас авторизованный. На основе единоразовой аутентификации. Вот наш с вами пользователь сейчас. Сейчас мы, кстати, мы и те, кто занимается, давайте на рабочую станцию поставим браузер Chrome. Потому что дальше мы будем говорить про веб-ресурсы. А веб-ресурсы некоторые требуют современного браузера. Ну и здесь не будем холивар разводить, какой браузер там самый лучший на свете. Вот поставим просто Chrome, потому что он для наших задач подойдет. Так, ну и пока он у нас ставится, я еще раз обращаю внимание, что мы хорошо видим. Хорошо видим, кто у нас идет в интернет. Вот видите, да. Так, значит, да, поставим его глобально, поэтому понадобятся права администратора домена. И кейклоку мы с вами двигаемся. Вот уже браузер у нас с вами есть. Кейклоку, да. Клоку, а кейклоку. Так, значит, быстренько, формально, что если вы, значит, на занятиях также можете убедиться, что предыдущие лабы работают, я просто покажу, что у нас здесь множество сервисов, доступно пользователю на основе единоразовой аутентификации. То есть он может у нас, например, подключиться к файловому серверу. Так получилось, что это единственная Linux-машина. В сети играет роль различных сервисов, чтобы на курсе не разворачивать много виртуалок. Здесь у нас и сервер CIPS. И здесь у нас же сервис e-mail. Ну и, собственно, раз речь не об этом, то просто формально хочу показать, что эти сервисы, вот у нас корпоративная шара, личные папки и так далее. Точно так же у нас работает электронная почта. И еще раз, нигде больше пароль пользователя не вводят, не потому что эти пароли где-то зашиты, а потому что эти сервисы используют механизм единоразовой аутентификации, в частности, Керберос. Вот, ну тут там адресные книги и все остальное. Просто я так, похвалить наш курс, да, что все это работает. И, в принципе, у многих на предприятии наверняка что-то подобное развернуто. Вот, а если еще есть Linux-сервисы, потому что сервисы все на Linux, то вообще замечательно. Так, ну и прежде чем прямо перейти уже к материалу курса, то я хочу показать, что все это достигается благодаря Керберос. Вот, настойчивые, да, штуки. Вот, и, собственно, если вот так вот набрать команду Callist, то мы с вами увидим билеты на доступ к сервису. Ну, там, HTTP-прокси, CIFS, файловому серверу и мапу и так далее. Ну, а сейчас мы с вами переносимся, грубо говоря, из 2008 года, где вот эта технология получила массовое распространение и до сих пор активно используется, и масса людей с грустью думает, на что импорта замещаться, когда все так хорошо. Хорошо, мы с вами переносимся в наш год, ну, или в наше время. И в наше время ситуация такова, что у пользователя теперь не один компьютер на работе, как там в 2008 году было, вот он приходил, садился за компьютер и так далее. Теперь у пользователя полно компьютеров. Например, у него в кармане лежит мобильный телефон, который, в общем-то, круче некоторых компьютеров 2008 года, или там планшет и так далее, один ноутбук, второй ноутбук и так далее. И по этой причине, значит, получило распространение вынесения приложений в веба. Веба-приложения получили распространение, и вот роль планшета будет играть у нас этот же компьютер, но мы уже будем подключаться не доменной учетной записью, а локальной учетной записью. И наш компьютер ни в каком не домене. И задача следующая, значит, посмотреть, какие веб-ресурсы у нас на предприятии имеют, и, собственно, сделать так, чтобы пользователь мог так же, как и в домене, один раз ввести логин и пароль и, собственно, подключиться. И чем меньше вводит человек пароли, тем, значит, ему проще. Обзор веб-ресурсов. Опять же, если вы занимаетесь у меня на курсе, то перед этим уже у вас развернут не только почтовый сервер, но и веб-интерфейс к нему. Поэтому я просто показываю, какие веб-ресурсы у нас уже интерес могут представлять. Я, кстати, наверное, открою блокнот, и этот список веб-ресурсов будет у нас, значит, расти. Вот, соответственно, так получилось, что доступ к веб-интерфейсу почты осуществляется через такой вот сложный линк, но это мы скоро поправим. Просто хочу вам показать, какой же веб-интерфейс к почте мы на курсах показываем. Значит, это известный, популярный, современный интерфейс, который называется RoundCube. И вот наш с вами пользователь, User2, это Петров Петр Петрович, тот, который только что у нас на работе в домен входил. Значит, используя свою, кстати, доменную учетную запись, может подключиться к серверу электронной почты и увидеть уже через веб-интерфейс все те свои письма, адресную книгу. То есть здесь все у нас так, это самое, сделано, ну, не как по-настоящему, а прям как по-настоящему. А также для одной из задач этого курса, четвертый курс по Linux, путеводитель я вам показал, у нас развернут GitLab. То есть вот, пожалуйста, два веб-приложения мы уже с вами насчитали. И здесь тоже используется доменная учетная запись. Но обратите внимание, что на оба сайта мне пришлось явно подключаться. Видите, да, явно вводить один и тот же логин и пароль, что, в общем-то, что, в общем-то, иллюзия 2. Ну-ка, давайте еще раз. password2, вот такой пароль, password2, да, подключаюсь. Ну, слава богу. Ошибки будут, но не сейчас. Так, хорошо. Значит, соответственно, нам с вами хочется сделать так, чтобы пользователь вводил логин и пароль один раз. Для этого добавим в наш, наш, добавим в нашу, нашу схему стенда, добавим еще одну машину. Значит, это у нас машина Microsoft AD, Active Directory. Вот, а ниже мы с вами добавляем еще один новый сервер. Еще один новый сервер, который будет называться k-clock. Ну, я его покороче напишу. k-clock, k-clock, k-clock. Так, и эта машина будет иметь у нас 16-й, да, сразу с IP-адресами определимся, 10-й, нет, 14-й. Почему 14-й? Дело в том, что в курсе будет машина с 12-м IP-адресом. А подряд IP-адреса как-то я решил не назначать, поэтому с неким-кинем пробелом. 14-й IP-адрес. Значит, чтобы добавить машину, надо на диске C в каталоге Distress, вот прямо если вы у нас на занятиях учитесь, то берите любую систему, нет, ну лучше не любую. Значит, сейчас у нас 11-й Debian используется, 12-й можно любую, кстати, здесь можно вот 11-й взять Debian. Вот. Значит, планируем на 24-ю бунту перевести. Ну и дальше называем наш, собственно, новую систему, как договаривались, как договаривались. Значит, называться она будет k-clock. Значит, корпорация, сейчас объясню, что это такое, и добавим сегодняшнюю дату. 19-я, всегда добавляйте дату, чтобы было видно, когда машина была создана. И вот процесс импорта у нас с вами пошел. Ну, а я добавлю, что, да, у нас используется корпоративный домен или DNS-имя, и оно имеет вот такое необычное название. Корпорация. Дальше номер стенда, точка юн. Юн – это дань уважения. Юникс. Юникс – операционная система, благодаря которой появился Linux в том числе. Так, ну и, соответственно, машина у нас это импортируется. Может быть, даже уже импортировалась. Ну, а пока она импортируется, надо сказать, что люди должны вводить логины и пароли безопасным способом. Что значит безопасным? Мы учим в университете, что вы, уважаемые пользователи, сотрудники, должны вводить логины и пароли только если видите, видите, что видите, что здесь написано, что здесь не написано, не защищено, да? Здесь должно быть написано, что защищено соединение. И корпоративный домен. Вот обратите внимание, ни тут, ни тут. Это не соблюдено и это нехорошо. Значит, чтобы соединение было защищено, нужны сертификаты. А чтобы были сертификаты, их надо где-то получить. И вот можно использовать Let's Encrypt в реальной жизни, но если у вас какие-то закрытые корпоративные ресурсы, то Let's Encrypt использовать уже не так удобно. Поэтому мы сразу же с вами рассмотрим и вариант развертывания удостоверяющего центра, корпоративного удостоверяющего центра. Поэтому я сейчас быстренько иду с вами на курсы Microsoft, подключаюсь к контроллеру домена, подключаюсь к контроллеру домена, вот, и на контроллере домена, да, ну лицензию пускай, и на контроллере домена быстренько поднимаю удостоверяющий центр. Для этого мне понадобится дождаться, пока загрузится сервер-менеджер, и добавить роль, добавить роль. Ну, а пока она будет добавляться, я еще одну машину импортирую. Значит, если вы не разворачивали GitLab и не разворачивали почтовый сервер, в принципе, это могло так случиться, то ничего страшного, потому что я решил добавить в нашу задачу, ну, так скажем, не менее популярные и полезные сервисы. Как вам, например, сделать так, чтобы у нас в компании был свой собственный корпоративный сервер вебинаров? Ну, мне кажется, это интересная задача, соответственно, я... А, да-да-да-да-да, вебинары, да, BigBlueButton, известное open-source решение, очень крутое, до сих пор использую 20-ую бунту, поэтому 20-ую бунту нам понадобится для этой цели. Значит, машина будет корпоративный вебинар, и надо сделать так, чтобы сотрудники могли проводить вебинары внутри корпоративной, либо с внешними заказчиками, используя для этого... Для этого вот у нас в этом институте используется это решение, очень мы довольны. И вот как бы сделать так, чтобы не надо было отдельный логин и пароль вводить. Так, ну, а пока я импортировал вот эти две машины, мы с вами можем вернуться к удостоверяющему центру. Значит, удостоверяющий центр у нас будет установлен в Active Directory. Так, да, апдейт мы устанавливать не будем, времени на это нету. Вот, и, соответственно, добавляем роль удостоверяющего центра. Вот, и делаем это, в общем, с минимальными комментариями, потому что это, в общем-то, курсы Microsoft. И в процессе нашего курса будет произведено замещение решения Microsoft на open-source решения. Так что приходите на курс, если понравится вебинар. Как бы там будет и начало, и продолжение. А это некая середина такое, добавление материала. Значит, ну, пока он у нас добавляется, мы можем посмотреть, что у нас готовы виртуальные машины. Ну, точнее, ничего, они не готовы, они только импортированы. И, соответственно, сейчас нам понадобится использование удостоверяющего центра. Идем на курс Linux 3. Linux 3 у нас, мы вот на четвертом курсе, а мы идем на курс Linux 3. На этом курсе рассказывается, как работать с сертификатами, используя пакет OpenSSL. И пока у нас удостоверяющий центр разворачивается, мы с вами подготовим запрос на сертификат. Значит, чтобы подготовить запрос на сертификат, я сразу же настрою нужные атрибуты. То, что я делаю, рассказывается на курсе Linux 3. Я тут решил сразу много курсов отрекламировать. Рекламировать курсы я люблю, потому что люблю их делать. И когда что-то делаешь с удовольствием, то и рекламировать тоже приятно. Так, ну и, соответственно, атрибуты нашей организации указываю. А еще сегодня, не сегодня, а уже последние несколько лет, современные браузеры требуют расширения, связанные с доменными именами внутри сертификата. Поэтому мы должны сделать так, чтобы эти расширения в наш запрос тоже попадали. Так, дайте-ка гляну в чат. Коллеги, все ли в порядке? Напишите плюсик, если меня хорошо слышно, хорошо видно. И, может быть, даже знаете, что я сделаю? Может быть, я даже... Да, спасибо. Может быть, я даже камеру выключу, потому что не вижу большого смысла во мне. Экран будет пошире. И, собственно, продолжаем. Продолжаем. ДНС расширения. Значит, ДНС расширения будут содержать имя. ДНС имя, для которого выпущен сертификат. И, собственно, мне для этого понадобится найти раздел, где эти расширения подключаются. Вот здесь вот они подключаются. Дальше найти сам раздел описания вот этих вот расширений. Описание этих расширений. Так. И в этом разделе буквально в конец его вписать. Вписать следующее. Что я добавляю в запросы на сертификат расширения. Значит, и буду... Поскольку у нас много сервисов, для каждого из них надо выпускать отдельный сертификат. Мне это делать не хочется. У нас вебинар не про сертификаты. Поэтому я, значит, ну, с халявой в некотором виде выпущу вилдкарт сертификат корпоративный. Вот такой вот вилдкарт сертификат. Вот. Соответственно, пока я настраивал файл конфигурации OpenSSL, скорее всего, у меня уже установилось расширение. Расширение Active Directory. И надо его настроить. Что я, собственно, и делаю. Вот. Если честно, то пытаясь экономить время, я, видите, пытаюсь все делать параллельно. И если бы с первого раза я это смотрел, сомневаюсь, что мне было бы там все понятно. Вот. Поэтому будет запись. Запись можно просмотреть несколько раз. Я постараюсь сделать так, чтобы здесь было все работающее. Я вот не очень люблю смотреть записи, вебинары и прочее, потому что, ну, человек рассказывает, как там Rabbit работает. Да. Вот есть Exchanger. Вот кьюеры, вот кьюеры есть, вот, значит, вот такие алгоритмы есть. Все хорошо, только все это можно быстрее прочитать в тексте. Поэтому я стараюсь делать не то же самое, а делать практику. Ну, давайте настроим сейчас удостоверяющий центр. Кстати, вот этот алгоритм подписи тоже нам с вами сейчас встретится еще в одном месте. Вот. Детали, теорию можно всегда почитать. Куча статей есть и на хабре, и на русском, и на английском языке. Поэтому я еще раз здесь просто next, 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 next. Вот. И много параллельно. Вы можете, соответственно, потом несколько раз посмотреть и что-нибудь интересное найти. Так, оно у нас настроилось. Удостоверяющий центр у нас есть. По-моему, ошибок я не должен был нигде сделать. И, соответственно, создаю сертификат. Вот. Создается сертификат. Сначала создается ключ сертификата. Здесь опять, как бы, типичная ситуация с моей методичкой. Я все стараюсь описать один раз. И вот эта лаба подразумевала создание сертификата для машины с именем ВВВ. А у нас никакая не ВВВ. У нас с вами Вилдкарт. Поэтому имена файлов я тоже буду соответствующие указывать. Значит, создаю приватный ключ. Или закрытый ключ, или приватный. Вот. И создаю запрос. Запрос. И в запросе тоже должен сделать правки. Ну, во-первых, использовать тот самый механизм подписи, который мы с вами видели. Результат будет, соответственно, у нас сохранен в файле Вилд. Рекьюст. И, значит, приватный ключ нашего сертификата. Только что мы с вами сделали Вилдкей. Значит, далее мне из файла конфигурации, которые мы только что с вами редактировали, задают вопросы по параметрам, по описаниям организации. И здесь единственное, что я укажу, это Common Name. Common Name тоже совпадает. Мы договорились. Вилдкарт сертификат. Ну, и альтернативные, значит, расширения будут добавлены автоматически из файла конфигурации взятых. И вот теперь у нас с вами есть запрос на сертификат. Теперь его надо подписать. Чтобы его подписать, нужно пойти на курсы Windows и узнать, как это делать. Значит, смотрите, как мы с вами это сделаем. Значит, я сейчас открою командную строку, во-первых. Да, командную строку на курсах Linux. Прямо так и учен, да? Так, а во-вторых, запущу еще одну программу, тоже с курсов Linux. Называется WinSKP. Да, это был сарказм. WinSKP. Значит, командой WinSKP я подключусь к программе WinSKP, подключусь к гейту, соответственно, как пользователь root подключусь. Вот. И, собственно, пароль. Те, кто на занятиях у меня, его уже знают хорошо. Так, и буквально скопирую запрос на сертификат. Вот сюда. Беру и копирую запрос на сертификат. Хорошо. Скопировали запрос на сертификат. Теперь его надо подписать. Чтобы его подписать, я уже открыл командную строку, перейду в каталог документ, где этот запрос на сертификат. И такой вот ответственный момент, от него зависит очень... Все остальные лабы от него зависят, так назовем вещи своими именами. Возьму вот эту вот инструкцию из методички. Вот. И, собственно, попробую это сделать подписать. С поправкой на имена. Значит, опять здесь какая-то лаба была с почтой связанная. У нас никакая не почта. У нас вилдкарт... Вилдкарт сертификат из вилдкарт запроса. Да? Запросный файл с запросом на сертификат. Так. Ух! Так, да, подписываю. Ну что, вот у меня появился сертификат. Также я сразу же выгружу корневой сертификат. Пока непонятно, зачем он нужен, но... Да и сертификат непонятно, зачем нужен. Поэтому смотрите, что будет дальше. Так, соответственно, соответственно, ЦА. ЦА. Так, выгружу корневой сертификат. И все это дело отправлю обратно на гейт. Значит, вот у нас есть подписанный сертификат. Раз. Корневой сертификат нашего удостоверяющего центра. Так, ну и сразу же скажу, что они в двоичном формате. Microsoft ли придумал этот формат или нет. Ну, в мире open source чаще используется так называемый PEM формат. Кстати, что такое PEM? Кто знает? PEM. PEM как расшифровывается. Я вот не сразу ответ на этот вопрос нашел. И не уверен на 100%, что прав. Но на 95% уверен. Откуда берется слово PEM? Пишите в чат. Так, а я пока конвертирую двоичный формат в PEM формат. Ну, грубо говоря, текстовый формат. И то же самое касается удостоверяющего центра. ЦА. Сертификат удостоверяющего центра. Вот теперь у меня все, что надо есть. Так, ну и можно сказать, что удостоверяющий центр мы развернули, а без него никак. Поэтому мы можем уже смело переходить в K-клак. Значит, ну, опять я могу сказать секреты, да. Как проводятся занятия. Как организуется стенд, да. Стенд организуется таким образом, что локальная сеть это сетевой интерфейс VirtualBox. Кстати, эта машина, давайте подпишу, называется сервер как раз. Вот эта машина у нас называется сервер. Сервер идентификации. Да, и мы добавляем сервер идентификации K-клак. Вот. Чтобы его добавить, нужно найти импортированную систему. Вот она у нас. K-клак. Настроить в ней подключение к сети. Включить. Подключить ее виртуальным адаптером к VirtualBox Post-only Adapter. Вот. Запускаю ее. Вот. Ну, а пока она запускается, добавлю имя в DNS. На данном этапе курса. Потом это поменяется. У нас DNS сервером работает Active Directory. Поэтому я нахожу опять свой Active Directory. Нахожу сервер менеджер. Нахожу оснастку DNS. Нахожу описание зоны. Еще раз. Мы посреди курса. Вот. Кто-то прямо смотрит эту запись, занимаясь на курсе. Вот. И выполняет лабораторные работы вместе со мной. А я сижу рядом и готов помочь, если что-то идет не так. Так. Ну, и 192, 168, X, 14 и 5, мы с вами решили добавить. Так. Ну, и, собственно, теперь я могу подключиться к будущему K-клаку. Как пользователь root с паралем password. И настроить на нем IP-адрес, который мы с вами на схеме стенда видим. Соответственно, 13, 14. Так, поскольку я буду часто подключаться к этой машине и отключаться от нее, я воспользуюсь вот таким вот вариантом, когда буду подключаться без ввода параллель. Тоже типа single sign-on для админа, да. Значит, на самом деле не совсем single sign-on, но выглядит именно так. Значит, я скопирую, сгенерирую ключи SSH и скопирую SSH copy ID на машину K-клак. Так, коллеги, микрофон, пожалуйста, пока выключите. У нас будет секция вопросов. И если я нигде не ошибся, то тогда пока... Да, вот, вижу, кстати. Да, да, круто, Андрей. Круто, да. Я не сразу нашел, да, это... Исправивайся e-mail еще, представляете, взялось. Да, супер. И, Алексей, слушайте, вы тут собрались, это самое... Я думал, что не знаете. Ладно, круто. Так, да, я чат почитал. Так, значит, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Теперь я могу подключиться к K-клаку и, наконец-то... Да, K-клаку. И, наконец-то, показать, как же его проинсталлировать, да. Но вот, правда, чтобы его проинсталлировать, надо донастроить сеть на нашей новой системе. Поэтому я донастраиваю 190, 20, 68. Там, 13 у меня стенд, у вас какой-то свой 14. Нет-нет-нет, шлюз по умолчанию, да. Так, что еще не очевидно? Чтобы перезагрузка этой системы не привела к потере настроек, я тут модифицировал свой скрипт, который известен всем, кто на занятиях у меня занимается, и дописал его таким образом, что он позволяет указать теперь не только номер стенда, но еще и имя машины, и IP-адрес. И таким образом у нас эта конфигурация будет после перезагрузки сохранена. Ну, короче, он настраивает файл ETC Network Interfaces и так далее. Так, что еще? Также здесь я настрою использование нашего DNS-сервера. Active Directory у нас в данной ситуации DNS-сервера. Ну, и чтобы не перезагружать систему, поправлю хостнейм. И можно считать, что все готово. Значит, что готово? Чтобы развернуть KeyClark, мы с вами сейчас увидим, что там понадобится. Понадобятся файлы сертификатов и ключи ОК, соответственно, вилде CRT, и все, я это копирую на машину KeyClark. Вот, и подключаюсь к ней обратно. Подключаюсь к ней обратно. Так, подключаюсь к ней обратно, потому что установка KeyClark. Значит, KeyClark можно установить прямо в Linux, ну, буквально скачав там приложение, там переменные и так далее. Понадобится Java установить. Но, наверное, более современной, может быть, для вас интереснее, если установить ее через Docker Compose. Через Docker Compose. И я сейчас это сделаю. Значит, дальше я забыл набрать apt-update. Это, скорее всего, причина этой ошибки. Сейчас я это исправлю. И повторю процедуру установки Docker Compose. Вот, но чувствую, что параллельно хочется еще что-нибудь делать, значит, чтобы время зря не терять. Да, сейчас я запущу Compose. Docker Compose. Да, пускай у нас устанавливается Docker Compose. А я параллельно что сделаю? Значит, один из наших кандидатов на единоразовую идентификацию будет машина Webinar. Я ее сейчас тоже настрою. Значит, ну, там будет ссылка на описание установки BigBlueButton-Webinar. Так вот, система серьезная. Она не хочет работать, если там менее четырех процессоров. Она не хочет работать, если меньше 8 гигабайт оперативной памяти. Ну, вообще, ресурсоемкая вещь. Вот. Но даже на холостом ходу она не хочет устанавливаться. Что она еще? Она требует очень много места на жестком диске, и мои образы на это не были рассчитаны. Поэтому придется быстренько добавить пространство, пойти на первый курс Linux, где про Linux рассказывают. И в том числе рассказывают про LVM. Вот. Ну и добавить, соответственно, добавить. Так. И также включить его в локальную сеть нашего предприятия. Включаем в локальную сеть нашего предприятия. Так. Ну и можно даже запустить. Так. За это время у нас установился Docker Compose, и, собственно, можно вернуться к KCLA. Значит, открываем документацию, и там рассказывается, что если вы хотите развернуть KCLA, ему понадобятся вот такие вот файлы, сертификат, ключ. Их надо где-то разместить. Сам KCLA будет работать с правами пользователя 1000. 1000. И совершенно случайно пользователь с идентификатором 1000 у нас есть. Это пользователь студент. Поэтому тут и права выставляются пользователя студента. Данные свои он будет хранить в хост-системе, чтобы можно было легко контейнер удалить, создать заново, и не потерять конфигурацию. Ну и, соответственно, права. Курс буквально Linux 3. Рассказывает, как работать с Docker и как работать с Docker Compose. Поэтому здесь я так вот вас агитирую. Приходите к нам учиться. Так. И создаю файл Docker Compose. Тоже все взято из документации. Немножко там адаптировано, уменьшено, чтобы меньше места занимали файлы конфигурации. И здесь буквально от края до края копирую файл. Очень кратко посмотрим на этот файл, потому что здесь все можно нагуглить и не тратить на это время. Значит, сам K-Clack мы загружаем с правами пользователя. Он работает, всегда будет запускаться. Маппинг портов, соответственно, сертификаты. Вот, пожалуй, надо запомнить, что логин пароль наш. Ну и, в общем, сохраняю файл еще раз. Теория, не то, что теория не мой конек, а, значит, продажа денег, вернее, осваивание денег за счет пересказа теории, которые можно везде найти, не мой конек. Поэтому практика, практика, работающая лаба. Иногда даже говорят, что чрезмерно много лаб, слишком мало теории. Ну и здесь могу сказать, что да, у всех свой подход. Так, пока эта штука ставится, можно посмотреть. Посмотреть, да, ну она, во-первых, будет ставиться, во-вторых, будет некоторое время запускаться. Можно вернуться к вебинарам. Вебинар у нас такое тяжелое приложение. Его хочется запустить как можно раньше. Поэтому я сейчас сделаю еще одну сессию. Так, нарисую этот сервер вебинаров. Нарисую этот сервер вебинаров. У нас с вами будет вот здесь, вот, BigBlueButton, да. Большой синий батон у нас его называют. Так, BBB. Очень нас выручил во времена пандемии. Просто прям спас, можно сказать. Поэтому BBB. Так, соответственно, будет... Надо пойти на курсы по паймту. Так, соответственно, будет у нас 18-й, 16-й IP-адрес, точка 16-й, точка 16. Так, ну и, значит, нарисовав его, смело могу добавлять. Он у нас уже запущен. Соответственно, могу назначить ему IP-адрес. Так, назначаю ему IP-адрес. 192.168.13.16. Так, иду в Active Directory, добавляю в DNS. В Active Directory добавляю в DNS. Соответственно, вебинар. Так, и 192.168.13.16. Вот на вебинар. Хорошо. Так, и могу, соответственно, с еще одной консоли подключиться. Ну, во-первых, что сделать? Во-первых, там понадобятся все сертификаты. Поэтому SSH-CopyIDWebinar. Так, yes. Так, теперь SKP копирует. Нам понадобится все и CA, CRT, и корневой сертификат, и вебинар, и вилд сертификат, и ключ, соответственно, вилд, кей тоже понадобится. Копирую на вебинар. Так, подключаюсь, соответственно, к вебинару. К будущему. Так, ну и здесь надо комплекс действий выполнить. Вот они описаны все вот здесь. Значит, первое, добавить маршрут по умолчанию. Так, добавляю маршрут по умолчанию. Зрелищная лаба, ребята, попробуем. Если заработает, конечно. Так, дальше я воспользуюсь новой версией скрипта. Я всячески на курсе стараюсь время ускорить, поэтому использую скрипты автоматизации. Сейчас будут созданы файлы конфигурации для машины в нашей локальной сети. Вот с таким вот именем, таким вот IP-адресом. Так, поправлю resolve.conf, чтобы использовался корпоративный DNS-сервер. Корпоративный DNS-сервер. Так, настрою хостнейм, чтобы не перезагружать его. Вот, можно отключиться, подключиться обратно. Так, ну и идем на первый курс Linux, узнаем, как расширить файловую систему. Прямо лаба из первого курса, я ее там даю. Значит, я добавил физически еще один диск, добавляем его к группе томов. Вернее, помечаем его как возможности его использования в LVM. Потом добавляем к группе томов. Добавляем очень быстро, да. На первом курсе все это рассказывается подробно, что мы делаем, зачем. Вот здесь уже. Так, ну и расширяю файловую систему. Прямо посмотрим. DF-H. Сейчас у нас, видите, тут 8 гигабайт свободных. Вот, а после этой инструкции должно стать больше. DF-H. Да, 56 гигабайт свободных. То, что надо. Так, ну и запускаем длительный процесс. Буквально минут 40 он длится, поэтому раньше вебинар не закончится. Так, значит, импорт сертификата. Значит, надо в сам Linux добавить поддержку нашего корневого сертификата. Это тема курса Linux 3. Тут, кстати, много из курса Linux 3, потому что сертификаты. И вот я добавляю корневой сертификат удостоверяющего центра в определенный каталог. Запускаю определенную команду. Вот, ну и, собственно, не буду тратить время. Тут всякие проверки можно было делать. Буду считать, что это у нас сделано. Так, далее читаю документацию к BigBlueButton. Надо сказать, не очень она хороша. Считается, что можно разобраться там самому, читая всякие скрипты. Вот, поэтому вот что я вычитал из этих скриптов. Значит, чтобы использовались сертификаты наши корпоративные, надо их положить вот в эти каталоги. В данном случае мы кладем цепочку сертификатов. Приватный ключ надо скопировать вот сюда и запустить длиннющий скрипт на 43 минуты. То есть раньше, чем через 43 минуты мы с вами я занятие не завершу. Вы, кстати, имеете в виду, коллеги, что если что будет запись, если у вас там дети в саду и прочее, то можно по-английски спокойно уходить. Спасибо, что были с нами. Так, я думаю, все ли. Нажимаю на Enter, потому что второй раз 40 минут тратить мы не будем. Так, ну и процесс пошел. Надеюсь, что он закончится хорошо, потому что не всегда заканчивается хорошо. Там нас банят или мы баним, неизвестно кто кого. Вот, может и не доработать. Ну, пальцы скрестили, надеемся. А мы возвращаемся к Кейклак, в конце концов, вебинар про него. Соответственно, мы с вами оставили его на вот этом этапе. Этот этап у нас называется установка его. И можно посмотреть, как он у нас там себя чувствует, почитав логи. Почитав логи, мы с вами видим, что у нас running server, development mode. Кстати, во всех примерах почему-то он start.dev запускается. Не надо использовать это в продакшене. Просто надо написать старт. Так, ну а мы с вами двигаемся дальше. Значит, нам бы к этому Кейклаку подключиться. Вспоминая его IP-адрес, мы это можем сделать прямо по IP. И http.192.168.13.14 IP-адрес у нашего Кейклака. Вот, давайте посмотрим, ответит, не ответит. Да, вот мы и заходим в раздел администрирования. Соответственно, учетная запись root, пароль. Напомню, strong password. Еще раз. Strong password. Так, пароль никогда не надо сохранять. И читаем документацию дальше. Значит, продукт большой, можно рассказать про него там за пять дней, отдельные занятия. Но я придерживаюсь такой политики. Мне, у меня самое сложное, это начать работать. Начать работать. Поэтому если что-то уже получилось, и не что-то, а прямо вот осмысленная задача, то дальше проще. Поэтому осмысленная задача такая. Сейчас мы с вами открываем документацию, и в ней сказано, что пространство мастер используется для задач администрирования. А если вы хотите какие-то учетные дописи сохранять, то создайте для них некую область. Вот мы создаем некую область. Как назвать эту область? Ну, фантазия моя как-то здесь не разыгралась, поэтому я решил назвать эту область корпорация X по имени нашей компании. Да, корпорация X, соответственно. Вот так вот область будет называться. Поправка. Вот. Говорю создать, и некоторое время жду, пока оно создастся. Приложение написано на джамбе, довольно тяжелое. Может быть, надо побольше ресурсов дать. Но спасибо, что оно есть. Так. Соответственно, дальше мы с вами двигаемся. Давайте добавим туда пользователя. Как базу данных пользователей? Да очень просто. Берем пользователя, придумываем ему имя, например, там, user1. Вот. Соответственно, создаем его. Вот. Назначаем ему пароль. Вот. Здесь я буду из методички копировать, чтобы было видно, какие пароли. Да. Например, k-clock-passport1. Вот такой вот пароль будет. Вот. Вот. Соответственно, говорю, что он не временный, потому что иначе попробуют пользователя его заменить. Сохраняю. Вот у меня, соответственно, уже, вот у меня уже, соответственно, есть. Вот. И уже можно попробовать подключиться. Можно попробовать подключиться. И чтобы попробовать подключиться, в документации сказано. Вот такая вот ссылка позволяет протестировать учетную запись пользователя, и мы берем с вами наш клиент 2, который играет роль то ли компьютера, не в домене, кстати, он в домене, да, и пробуем подключиться. Пробуем подключиться, вот, и этот URL тоже, давайте, да, давайте добавлять вот этот список, он нам понадобится, этот список, так, значит, что мы еще открывали, GitLab у нас вот так вот открывался, у нас будет список ресурсов, и вот давайте проверим база данных пользователей KickLock, работает или не работает, соответственно, беру, пробую подключиться по HTTPS, и вижу вот такую штуку, вот, коллеги, предположение, что это такое, как так получилось, почему, что делать, ну, я бы не догадался, если честно, если бы не прогнал пару раз вебинар. Дело в том, что машина-то у нас, конечно, в домене, поэтому вопрос распространения корневого сертификата организации открыт, вот, но даже то, что она в домене, не помогло, потому что, ну, в общем, перезагрузка должна помочь, давайте это сделаем, посмотрим, поможет или не поможет. Да, 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 Алексей мне подсказывает правильно, да, да, так, не применилась, и надеюсь, что она применится после перезагрузки, сейчас проверим, да, подключаюсь снова как студент, паспорт 2, нет, не паспорт 2, а маленькими буквами паспорт, кто делает вот такой вот пароль. Да, да, можно было и так, я, в общем, всегда позиционирую себя, что небольшой специалист под Microsoft, но эту команду я знаю. Тут вопрос, что быстрее, не исключено было, что ваш вариант даже быстрее. Так, ну и пробуем снова, значит, откроем наш файл с URL-ами, вот, и попробуем, попробуем, соответственно, крупнейший риф, что ли, сделать тут, ничего не видно, наверное, так, и попробую, соответственно, подключиться. Ой, господи, иди нафиг, давай, работай, люди смотрят. Так, кейклак. Так, ну и, соответственно, можем подключиться, как юзер 1, ка-ц, пасворд 1. Вот, ничего интересного, просто подключились. Иди нафиг, просто подключились. Так, значит, план дайте-ка гляну. Хорошо, база, значит, сейчас мы его будем к Active Directory подключать, вот, к Active Directory подключать это, чтобы нам с вами базу пользователей заново не вводить, вот, поэтому я покажу, что у нас в Active Directory уже есть пользователи. Мы это неявно видели, когда в начале вебинара я подключился к Петрову и показал, что такое Single Sign-On, вот, ну а сейчас, соответственно, Tools, User and Computers, оснастка Users and Computers, и вот у нас с вами здесь вот Иванов, Петров, вот они есть. Два нам дастся, кстати, с почтой, с почтой в том числе, да, важный тоже моментик такой. Вот, и мы с вами сейчас это будем подключать. Подключать их. Ну, давайте подключать, да, я просто думаю, тут что-то самое. Значит, вести руками две базы данных неудобно, поэтому оказывается, что K-Clock может использовать сторонние базы данных пользователей. Для этого в нем есть раздел User Federation, и может использоваться механизм Kerberos, интересный нюанс, в конце вебинара с вами обсудим, что не получилось на вебинаре, да, вебинар еще не закончился, а я вам уже рассказываю, что здесь что-то не получится, да. Вот, и, собственно, настолько популярна Active Directory, что по умолчанию сразу же LDAP провайдер использует именно, подразумевает именно Active Directory. Так, ну, мы пойдем по пути, значит, что в данном ситуации у нас Active Directory, дальше в курсе Active Directory будет заменена, поэтому следите за курсом. Ну, а сейчас подключаем к Active Directory, можно тестировать соединение, кстати, тоже не LDAP-S, тоже не очень хорошо, надо, опять же, обсудим в конце курсов, что в качестве домашнего задания я вам задам. Так, далее, подключаться мы будем с вами еще хуже, мы будем использовать учетную запись администратора, что тоже делать не надо, надо пойти на курсы Microsoft и узнать, как создать учетную запись для доступа к LDAP с минимальными привилегиями. Ну, соответственно, BindTypeSimple, это тема вот этого курса, что такое LDAP, рассказывается на четвертом курсе у нас. Так, ну, проверяю, соответственно, подключение успешно. Так, ну и дальше будет интересная лаба, где понадобится добавлять атрибуты пользователей, причем добавляться они будут не в Active Directory, а в свою базу k-клока. k-клок свою базу данных пользователей берет, синхронизируя ее с Active Directory, и можно дописать атрибуты. Так, уникальным, вернее, так скажем, контейнером или именем контейнера, где у нас хранятся учетные записи, будет тоже, кто с Active Directory работает, знает, о чем речь идет, да, users. Вот, и пользователям, я не думаю, что им удобно вводить фамилию и имя, cn, это кратком он, им, скорее всего, удобно вводить логин, и в Active Directory этот атрибут в LDAP называется сам аккаунтнейм. Вот такая вот, вот такой вот момент. Так, ну а все остальное остается по умолчанию, поэтому я поглядываю в методичку, вроде бы все нормально. Говорю, соответственно, сейв, говорю, соответственно, сейв. Так, ну и, собственно, можно, можно попробовать, можно попробовать даже подключиться. Ну, давайте попробуем подключиться. Значит, вот у меня клиент 2. Значит, я подключаюсь снова и ввожу уже доменную учетную запись. Прямо с самого начала нашего занятия. User2, пароль, пасворд 2. Майкроссовский пасворд 2. Так, подключаюсь. И вот обратите внимание, да, все у нас из LDAP уже. О, Алексей позволяет, вопрос Алексея позволяет мне продать. На самом деле этот вебинар первый из трех, коллеги, первый из трех. Второй вебинар будет про развертывание кейклока в кубернетисе, или кубернетисе, либо кубернетисе, как хотите. И, собственно, про то, как дать доступ к этому кейклоку в кубернетисе. А третий вебинар будет рассказывать про, значит, организацию хранилищ данных в кубернетисе. И кейклок, как я уже сказал, хранит свою копию базы данных. И вот вопрос, как его развернуть в кубернетисе раз, как дать доступ к нему, и как сделать отказоустойчивость Алексея. Так что жду вас на третьем вебинаре, но также буду рад, если на второй подключитесь. То есть, как развернуть к кубернетисе и дать доступ снаружи, и как сделать отказоустойчивость. Там мы поговорим про организацию долговременного хранения данных в кубернетисе. Так что ждите, ждите оповещения от нашего рекламного отдела. Спасибо за вопрос. Так, ну а я двигаюсь дальше. Значит, мы подключили базу данных Active Directory, полдапу, к кейклоку. И, собственно, зачем мы это делали теперь? Зачем мы это делали? Мы это делали для того, чтобы внешние веб-приложения могли использовать базу данных пользователей кейклока и аутентифицировать пользователей через кейклок. Поэтому мы с вами должны сейчас зарегистрировать наши веб-приложения все. Парочку, я напомню, это почтовый сервер раз, GitLab два. Вебинар у нас там крутится три. И, соответственно, поэтому мы рассказываем в админке кейклока, что клиентами нашего кейклока будут веб-приложения. И мы каждое веб-приложение должны зарегистрировать. И здесь я тоже пойду по пути ускорения времени. Я зарегистрирую универсальное веб-приложение, и не клиент, это название. О том, что вот оно вот такое. Ну а самое главное, что в параметрах этого веб-приложения укажу, что обращаться к кейклоку может кто угодно. Вот эта вот звездочка обозначает кто угодно. Можно было бы прописать конкретный путь к конкретному веб-приложению и создать столько клиентов, сколько нужно. Но еще раз для экономии времени я пойду вот таким вот путем. Хотя, может быть, он, не может быть, а он, наверное, нехорош, небезопасен, что-нибудь такое. Еще тут можно и запаролить доступ к кейклоку. В общем, безопасность не тема сейчасшнего нашего занятия. Иначе мы не закончим до завтрашнего дня. Так, поэтому говорю, сохранить вот такой вот веб-собственно клиент у нас с вами в настройках кейклоку указан. Теперь я могу, соответственно, протестировать, может ли внешнее веб-приложение, может ли внешнее веб-приложение обратиться к кейклоку, значит, собственно, и получить какую-то информацию о пользователе. Ну, вот такой вот примерчик, откуда-то я списал полезный. Так, соответственно, это у нас кейклок, да, вот, с вебинара это будет удобно сделать, вебинар, потому что там сертификат корневой прописан. И вот такой вот запрос можно отправить. Да, ну и для интереса можно даже написать здесь, можно даже написать здесь учетную запись нашего доменного пользователя, да, вот такой у нас есть пароль, пользователь user2. User2, 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 вот с таким вот паролем password2, да, вот, и в ответ получить вот такую-то. Вот я недавно видел экзамен, вступительный экзамен учебного центра наши конкуренты, не буду называть их названия, известные учебные центры. Вот там был вступительный экзамен. Там был вопрос, что зашифровано вот в этом вот GVT-коде. Ну, вот как ответить на этот вопрос. Надо найти GVT-декодер. И, собственно, берем и смотрим, что там нам, что нам передает кейклок. Давайте увидим. Значит, Петров, Петр, его адрес электронные почты, ну, в общем, все, что надо. Ну, здесь уже, Алексей, ваши знания, наверное, покруче, чем преподы, которые вам что-то рассказывают. Вижу, что у вас проблемы несколько. А D, это уже такой далеко не учебный примерчик. Так что, так что не тестировал, да. Более того, у нас в Бауманке даже не Active Directory, у нас CommuniGate, но зато их два. И с двумя CommuniGate-ами работает нормально. Так что здесь я могу так сказать, что, может быть, версию надо посмотреть. Они же постоянно выпускают новые. Так что с несколькими АД не тестировал, как инженер не доводился. А на курсе, разумеется, один АД. Вот иногда на курсы приходят, ожидая, что там умный преподаватель что-то такое нереальное расскажет. Я имею в виду сложно. Это не совсем так. Потому что на курсе рядом с вами будут сидеть люди, которые кейклок видят в первый раз. И даже Active Directory в первый раз некоторые видят. Поэтому рассказывается все. Вот что вы такие. И имейте в виду, да, то иногда могут сказать, вот Вячеслав взвал на курсы, а там такой ликбез. Посмотрите, тоже наши конкуренты хорошую фразу. Про курсы, да, мне вот как нравится. Хорошие курсы – это интро в технологию. Если у вас там что-то суперсложное, там полно контроллеров, домена и так далее, то поверьте, на курсах вас не научат с этим как биться. Ну, точно. Вот. Может быть, конечно, быть очень умный препод, который там в приватной беседе вам что-то подскажет. Ну, имейте в виду, курсы – это возможность пробить вот лед, непонимание, что вообще такое технология, как она работает. Так что, что ожидать от курсов, я вам рассказал, да. Не поверхностное, а такое базовое, да, базовое понимание. Ну, ладно. Ну, и работающие примеры, конечно. Базовое понимание – это расплывчатая вещь, работающие примеры. Больше работающих примеров. Продолжаем. Значит, у нас с вами веб-приложение. Хочется подключать кей к лаку. Первое веб-приложение – это будет наш с вами GitLab сервер. Честно говоря, не очень зрелищная лаба, но, тем не менее, почему не зрелищная? Потому что GitLab – это все-таки разработчики, а разработчики – они люди умные. Но, тем не менее, давайте. Значит, чтобы GitLab работал… Да. Не, напрямую через LDAB, Алексей. Так, и давайте, Алексей, я люблю отвечать на вопросы и очень люблю людей, которые их задают, причем искренне. Потому что, если нет вопросов, то два варианта. Либо всем все понятно, либо никому ничего не понятно. Я ненавижу второй вариант, поэтому вопросы всегда приветствую. Но, чтобы нам с вами не отвлекаться, давайте пройдем материал. А в конце курса я постараюсь проглядеть в чат и дать вам возможность позадавать вопросы все курса. Но я не веду нашего вебинара. Поэтому, как мы будем работать с GitLab? GitLab у нас был доступен по HTTP. Соответственно, не хочет он работать с кей клоаком, либо с OpenID, если он работает по HTTP. Поэтому нам с вами быстренько придется узнать, как GitLab запустить с HTTPS. А я пока на вебинар посмотрю. О, смотрите, наоборот все печется. Так, поэтому я, соответственно, беру, создаю нужные каталоги, копирую куда надо ключи, настраиваю GitLab RB на использование HTTPS. Вот, и еще раз, начало всего этого было в курсе, в начале, который мы с вами, как бы, от которого отталкиваемся, да. Значит, обязательно скажите, не использовать Let's Encrypt, потому что люди тут же пытаются за вас все сделать. И Let's Encrypt сертификат получить. А получить не удастся, потому что нет публичного адреса. Let's Encrypt очень удобно использовать, когда есть публичный адрес сервиса. А когда нет публичного, то не очень удобно. Можно, но неудобно. Вот, поэтому, соответственно, я вот эту вот настройку сделал. И сейчас, и сейчас GitLab перезапущу. Так, перезапущу. Так, перезапускаться он будет очень долго. Мне время очень жалко, поэтому я тут же делаю третью консоль. Самое сложное в них теперь не запутаться. Потому что пока GitLab перезапускается, я расскажу, что начал изучение я OpenID и, собственно, KeyClark'а не с приложения Вебинары, не с GitLab'а, не с чего, а с модуля веб-сервера Apache. И, в общем, мне кажется, что с точки зрения понимания, как что работает, это лучше всего, потому что это некое такое абстрактное приложение. Поэтому сейчас у вас на глазах разработаю абстрактное веб-приложение. И для этого, собственно, пойду следующим путем. Ну, опять, исторически на курсе получилось, что у нас веб-сервер Apache перенесен на порт 81. Вот, почта, помните, у нас там с вами была. Опять же, это исторически по материалам курса, которые мы, как бы, модифицируем. Сейчас у нас GitLab уедет, соответственно, на HTTPS, на 443-й порт, а 80-й освободится. Поэтому, еще раз, это нюансы материала прохождения курса. Теперь ближе к веб-приложению. Значит, поскольку я застал начало интернета, то в 97-м году была очень мощная аббревиатура под названием CGI, Common Gateway Interface. Подразумевала она, что, оказывается, можно на веб-сервер выкладывать теперь не просто статические веб-странички, а целые программы, и даже для этого исторически продолжает быть заведен каталог CGI-бин, в который можно положить приложение. Ну, поскольку я, конечно, больше админ, нежели разработчик, то основным языком программирования у меня является Shell, ну, липаж, говорят, да, на самом деле. И я пишу мощное приложение на Shell. Ну, на самом деле, достаточно мощное приложение, потому что оно действительно правильный ответ возвращает веб-серверу. Вот, как любое приложение первое, да, приветствует вас, вот, сообщает, ну, не ваше имя, да, а ваш IP-адрес. Кто немножко с веб-приложениями работал, тот знает, что там можно запросы передавать. И еще очень полезно, что это приложение печатает environment, список переменных окружения, а это в OpenID то, что надо, потому что именно через переменные окружения возвращает кейклак то, что нужно нашему веб-приложению. Значит, делаю все это выполняемым. Саш, мод, плюс x, плюс x. Вот, и, собственно, можно уже попробовать веб-сервер перезапустить, посмотреть, как работает это веб-приложение, но есть вероятность, что 80-й порт еще занят. Ну, давайте проверим. Сервис Apache 2. Рестарт. Рестарт. Да, не повезло мне, значит, он занят, потому что еще, поэтому придется рассказать, что вот представьте, что веб-приложение работает, выводит список переменных окружений, а теперь я хочу закрыть доступ к этому приложению только для тех, кто пройдет аутентификацию. Как же это сделать? Как это сделать? Для этого необходимо установить модуль аутентификации, в данном случае к нашему курсу прямое отношение, да, OpenID. Да, вот это мне, конечно, не нравится. Я про наш вебинар. 23 минуты он работал, и вот такое вот ерунду. Ну, опыт показывает, что иногда перезапуск помогает. Ну, посмотрим. Конечно, очень хочу, чтобы заработал, многократно прогонял. Ладно, посмотрим. Так, хорошо, устанавливаю модуль. И сейчас впишу использование этого модуля в мое приложение. Ну, проверю еще раз, а, о, смотрите, повезло. Освободился 80-й порт, поэтому есть возможность показать, что за приложение, собственно, а то как-то это не это самое. Значит, само приложение, как работает, без аутентификации, давайте увидим. Значит, вот у нас ссылка. Вот у нас ссылка. Так, ну, с поправкой на то, что у нас все, в данном случае приложение на гейте работает, поэтому добавляю сюда вот эту вот ссылку. Так, правлю, соответственно, здесь номер стенда. Заправлю машину, гейт, и показываю, как работает веб-приложение, пока что без ограничения доступа к нему. Без ограничения доступа. Вот, оно просто вываливает список переменных. Вот, очень полезное веб-приложение. Так, а теперь хочу закрыть к нему доступ. Закрываю к нему доступ, так как договаривались. Закрываем, соответственно, уже установил я модуль. Так, да, установил и настраиваю доступ к веб-приложению. Фактически, на самом деле, это не доступ к веб-приложению, а доступ к каталогу, где лежит веб-приложение. Вот, и, собственно, здесь я, во-первых, запрещаю, наверное, в таком порядке. Запрещаю доступ всем. Наверное, вот так будет понятно. Запрещаю доступ всем. А разрешаю доступ только тем, кто прошел аутентификацию. А для аутентификации буду использовать OpenID Connect. А настройки OpenID Connect размещу выше. Можно было в другом файле это сделать, но мне кажется, что меньше мороки, когда один. Значит, кстати, не буду проверять сертификат KeyClark. Да, сэкономлю несколько строчек. Наверное, можно было добавить корневой сертификат в Linux-систему, эту строчку не писать. Дальше описываю, где находится, собственно, KeyClark. И что мы с вами здесь видим знакомое? Мы с вами видим здесь пространство пользователей, вот с таким названием. А дальше некая магия, точка, well, known OpenID Configuration. Ну вот, я как инженер, ну, написано так, значит, пишу так. Так, и вернуть нас должны вот на этот вот URL нашего веб-приложения, которое только что мы с вами видели. Значит, подключаться мы будем к KeyClark'у, к разделу ClientID AnyClient. Помните, мы с вами делали, да? И в парольной фразе можно написать все, что угодно. Может быть, ее даже можно не писать, я не успел проверить. Соответственно, сохраняю файл конфигурации. Так, значит, мне кажется, что эта команда лишняя. Кажется, что лишняя, может быть, не лишняя, да? И перезапускаю еще раз. Перезапускаю. Так, и иду пробовать, иду пробовать, иду на клиенте, нахожу вот эту вот ссылку, да, смотрите, вот она ссылка. Беру свежий экземпляр браузера в режиме инкогнито и пытаюсь подключиться. И вот вижу такую штуку. Вот я над ней провис, ну, не знаю, там, полчаса, наверное, точно провис, а может быть, больше. И так пробовал и то, какая-то ерунда. Пока не обнаружил, что если вот здесь поставить слэш, то все работает. Вот за это я люблю свою работу, да? Вот. Если кто-то найдет, почему так, напишите мне на почту. Вот. Соответственно, можем взять доменную учетку, user2, password2, вот, и проверить, работает или не работает. И мелко, но можно разглядеть, что здесь у нас Петров. Петров, можно разглядеть его почту. Ну, в общем, явно нашему приложению вернули информацию о Петрове и его почту и так далее. И, собственно, доступ к приложению был открыт именно на основе аутентификации в Кейклаке. То есть вот у нас с вами первое приложение уже появилось. Хорошо. Что у нас дальше будет? Нам же хочется Single Sign-On, поэтому одного приложения мало. Одного приложения мало. Следующим нашим кандидатом является GitLab. Собственно, мы с того и начали, что у нас имеется GitLab, приложение электронной почты. Поэтому давайте GitLab. Он у нас там скучает. Наверное, мы для него отдельную консоль вывели. Так. Да, вот он отдельный консоль. Поэтому, значит, даже не будем тестировать GitLab, что он у нас наш TTPs переехал. И сразу вторая серия. Вторая серия заключается в том, что GitLab тоже может использовать OpenID Connector. Вот. И, собственно, мы с вами сейчас второе веб-приложение подключим к нашему Кейклаку. Второе веб-приложение подключаем. Так. Вот как это делается в GitLab. Здесь мне надо тщательно все значения X поправить. Типичная ошибка и моя, и моих слушателей. Чтобы уж совсем копипастингом не заниматься, я вот ввел это понятие номер стенда. Вот. И его надо везде указать. Кстати, обратите внимание, что здесь издатель. Да, указывается просто. Указывается пространство пользователя и имя пространства пользователя. Никакие волкноут там не надо указывать. Так. И вернуть нас должны в наш GitLab, который, еще раз, исторически просто запущен на гейте, поэтому имеет вот такое название. Ну и дальше взят из документации, значит, куда. Теперь я, собственно, проверю. OrpX нигде не оставил. Вроде бы не оставил. Сохраняю. И еще раз перезапускаю. Долгый и нудный GitLab. Пускай перезапускается. Так. Когда перезапустится, проверим. То есть у нас уже есть просто веб-приложение, которое Environment возвращает. У нас примерно скоро должен появиться GitLab. Уже два кандидата. Да. А что еще? Почта. Почта. Почтовая система. Значит, почтовая система у нас это RoundCube. И надо сказать, что здесь прямо горящий край технологии. Ну, во-первых, работает только в Debian 12 и старше. Я имею в виду в Debian 11 версия, которая это не поддерживает. Поэтому если у вас Debian 11, просто посмотрите. Ну, все новые версии курса на новых системах проводятся. Соответственно, кое-что здесь выглядит по-другому. Так. Что здесь выглядит по-другому? Ну, во-первых, используется не термин OpenID, а термин OAUS. Хотя, в общем-то, если честно, это немножко разные вещи, но часто связанные друг с другом. Да, OAUS это механизм получения параметров, значит, из провайдера, да, OpenID. Вот. Ну, здесь вот, соответственно, в документации, да, OAUS используется. Ну, а реально, в общем-то, мы видим подключение к K-Club, к OpenID-коннектору. Так, ну, и здесь я не стал бороться с самим собой. Везде оставил номер стенда 13, потом переправлю на X, когда в продакшн выпущу. Ну, и, соответственно, видим что-то с вами похожее. Значит, пространство пользователей. Вот. Ну, а дальше просто скопировано из документации. Так, сохраняю. Но все равно ничего не работает, потому что ошибки в программе. Я уперся рогом, пошел на курсы по PHP и нашел, что ошибки можно исправить вот в этом вот файле, который за меня кто-то писал. И можно исправить их следующим образом. Надо найти вот эти вот строчки. В общем, иногда админу приходится превращаться в помощника-программиста. Вот это вот ничего не работает. Буквально сидел, логи читал, гип-аг делал. Уж очень мне хотелось заставить RoundCube работать, потому что, ну, это почта популярная. В отличие от GitLab, почтой пользуются обычные люди. Я как-то на курсах сказал, нормальные люди. Мне сказали, Вячеслав, не надо говорить, нормальные люди. Что же, говорит, мы ненормальные, что ли? Я говорю, ну да-да, обычные люди пользуются. Вот, соответственно, я захотел, чтобы это заработал. Так, ну и это еще не все. Дело в том, что RoundCube использует для аутентификации давкод. А давкод у нас, давкод у нас как раз настроен таким образом, чтобы использовать Kerberos Active Directory. Поэтому здесь такой замес лабораторных работ сейчас получается. Значит, он использует либо ключи Kerberos, либо получение Ticket Gram Ticket. То есть пользователь вводит логин и пароль прямо на сайте. А мы теперь логин и пароль на сайте вводить не хотим. У нас с вами пользователь должен где-то один раз ввести логин и пароль. Поэтому мы добавляем два вот таких вот мутных метода аутентификации. Я вот в проверенном порядке их напишу. Вот, и получается, что наш с вами давкод никакого логина и пароля получать не должен. Но он другого мнения об этом. Поэтому приходится... Почему-то вот как бы ключ Kerberos, он воспринимает. Ну, короче, приходится вот еще вот такой хак делать. Значит, отключать модуль PAM и говорить, что если тебе не передали пароль, ты, пожалуйста, не расстраивайся. Вот. Разрешая доступ на основе... Значит, Kerberos будет работать и будет работать K-Club. Ну, посмотрим, так это или не так. Соответственно, теперь в сервисе давкод Restart 1. Дальше, соответственно, в сервисе Apache 2 Restart 2. Ну, и ответственный момент для меня. Значит, веб-приложение, сервер электронный, веб-интерфейс электронной почты неужели позволит аутентифицироваться через K-Club. Давайте проверим. Давайте посмотрим. Так, проверим, посмотрим. Ну, и вот смотрите, да, у нас с вами получается здесь... Мы проутентифицировались вот в этом вот базовом веб-приложении. А теперь давайте проверим. Электронная почта у нас теперь стала вот на таком вот URL. Вот на таком URL у нас электронная почта. Просто слэш-мейл. И вот теперь я беру на соседней странице, подключаюсь к серверу электронной почты. Вот он у меня спрашивает логин и пароль. Но внизу появилась кнопка войти, используя K-Club. Нажимаю ее, пальцем скрестил. И вот она магия. Посмотрите, я подключился как пользователь User2. Видели? Видели? И вот, я думаю, это не было. Причем, если я, например, открою... Так, раз, два, три, четыре, пять. Кто-нибудь меня слышит или нет? Что-то у меня такое ощущение, что... Так, раз, два, три. Слышно, да? Ну-ка, сейчас попробую еще раз подключиться. так подключаюсь так раз 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 так появилась слышно видно картинка появилась да алексей отличный вопрос давайте на ответим на вопрос значит но демонстрация мне кажется вот я сейчас все закрываю смотрите открывая новое окошко инкогнито вот это важный момент вебинара дамы с вами уже полтора часа его смотрит да вот можно сказать кульминации его все остальное это уже будет повторение значит смотрите я подключаюсь почтовому серверу вот по такому урл можно сделать другой урл но это не тема этого кстати от тема второго курса виртуальные хосты веб-сервера apache вот я вам все курсы перечислил вот соответственно вот у меня странички до человек с утра заходит на почтовый сервер значит принципе вот это логин и пароль надо убрать еще немножко на курсах php получится вот эту страничку переделать и значит вот на эту кнопку как-то нажать вот у меня видите я попал на кей клак соответственно ввожу user 2 пароль password 2 и вот вопрос был в чате а как он понимает что это user 2 вот теперь он понимает что это user 2 так пароль так правильно ввести password 2 и вот я соответственно теперь вижу почему я user 2 вот теперь я могу взять вот это веб-приложение и открыть на соседней вкладке и у меня не потребует никакой логин и пароль а сразу подключусь как user 2 потому что потому что single sign on я уже один раз вот напишите алексей спасибо за вопрос потому что почему я люблю вопросы потому что сам я вопросы не задавал стеснялся и это было совершенно неправильно потому что вот куда он физически пишет привязку но вот здесь уже мне надо подумать что вы имеете в виду вот этот страшный вот access токен который вернулся в наше приложение может быть вот так я смогу объяснить вот этот вот gvt слова дум не тоже непонятно неизвестно только с двумя буквы извините за шутку вот значит вот здесь у нас перечислены атрибуты пользователя его фио логин и собственно да вот он логин отсюда берет вот этот эти атрибуты мы с вами видели где мы с вами видели мы с вами видели это вот например на сайте на сайте на вот gvt его да то есть можно так разглядеть вот здесь у нас в один пользователь соответственно получив этот логин получив этот логин настроенный раундку стал работать как будто бы к нему получился юзер 2 так что вот так вот да да мне не очень понятно что такое локальное хранилище мне кажется что это уже такой вопрос веб-разработки где-то и как передается я думаю передается через cookies и если я не прав пусть меня есть кто-то тут веб-разработки силен для меня это магия такая значит подключались к нашему почтовому серверу к веб-интерфейсу он сделал редирект на кейклок и кейклок в ответе передал все эти параметры и сделано это безопасно надежно потому что в доке это написано так как это работает прямо внутри здесь вам нужен препод по веб-разработке так что у нас такие есть специалисты можете мне написать я найду так на я кстати куда мне написать да посреди вебинара можно можно написать адрес электронные почты прямо сюда вячеслав александров собака bmstu.ru нет лучше народ этот специалист специалист точка ру специалист это компания которую мы с вами сейчас обсуждаем так но в данном случае мы видели что кейклок разрешает всем к себе об и обращаться наверное я понял ваш вопрос алексей значит алексей спрашивает почему два приложения обратились кейклоку получили один и тот же ответ потому что в кейклоке мы разрешили любым приложением обращаться к нему и это видно в настройках нашего и не клиента кто угодно может обращаться может быть я угадал ваш вопрос а может быть нет так но давайте еще раз я обещал что в конце будет у нас секция вопросы и ответы я смотрю чего у меня тут творится с вебинаром вебинар вроде живет я смотрю что у меня творится с гитлабом гитлаб вроде бы тоже живет соответственно я могу попробовать добавить в нашу компанию гитлаб давайте попробую добавить гитлаб значит смотрим план лабораторных работ добавляю в компанию гитлаб значит у нас с вами у нас с вами у вас ними добавляется url на доступ к гитлабу где наша наша записная книжка значит гитлабу мы подключаемся теперь вот он по https да и вот здесь смотрите тоже момент такой вот я такой думаю вроде бы все сделал как в доке подключаюсь к гитлабу вот у меня кейклок видите на нажимаю на кейклок и вижу и вижу куда-то аутентифики то 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 бекос ристрикту ребят я забыл одну вещь сделать две проблемы на самом деле да ну где-нибудь я должен был ошибиться если посмотреть на до ошибку сделал дело в том что надо было скопировать вот этот вот файл к сожалению ничего не поделаешь придется придется повторить длительный процесс скопировать сюда и снова гитлаб при конфигуре и гитлаб нас наш с вами ждет значит вебинар нас с вами ждет гитлаб нас с вами ждет чтобы не терять время давайте посмотрим что у нас с вами дальше у нас с вами дальше следующее помните я показывал что наши пользователи могут подключиться к файловому серверу цифс было да такое цифс так вот соответственно аналог файловая сервера цифс это облачное решение ну например с 3 хранилище меню поэтому я решил добавить это тоже в наш вебинар и нам понадобится еще одна машина поэтому на диске c в каталоге distors ну поскольку текущая версия дебя на 11 я возьму ее вот а так реально выбирайте старшие версии так я сейчас развернул вас на глазах значит решение меню и тоже подключу его кей клаку и там будет поучительный примерчик тоже полезный поэтому поэтому держитесь так соответственно у нас с вами сегодня 19 0 2 так говорю запускаю процесс импорта пускай импортируется значит в актив даректоре в dns добавляю добавляется нас ресурс меня меня добавляется и собственно собственно вот наши актив даректоре уже там скучает то есть так так актив даректоре dns соответственно видео 192 168 x так 18 и 5 адрес будет 18 адрес добавляем его на на схему стенда так и будет соответственно иметь 18 и 5 адрес так дальше я это эту виртуальную машину подключаю к сети здесь достаточно подключить сетевой адаптер так соответственно адаптер виртуальный адаптер христа запускаю ее так пока она запускается пока она запускается значит что нам понадобится понадобится еще одна настроенная машина так ну и дожидаемся пока она запустится так запустилась айпи адрес и быстро назначим так скопируем ключи так 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 ssh минус копия иди так так копируем все ключи с кп значит все нам понадобится и корневой сертификат и собственно сертификат build карт и ключ к нему все это копируем так и подключаемся к минимуму здесь также быстренько проводим настройку добавляем маршрут по умолчанию все методички я указываю можно копировать так проводим настройку сети для этого обновим скрипт так и так resolve.conf настроим на наш DNS сервер так и хостнейм сделаем так чтобы не перезагружать систему отключаемся все готово так значит дальше сервис меню меню ну там нас гитлаб поспел может быть сейчас будет открывая документацию говорится скачайте просто деппакет скачаю просто деппакет так ну качается быстро поэтому ладно гитлаба дойдем гитлаб еще раз на мой взгляд не сильно зрелищные ну кто пользуется гитлабом ну там 10 разработчиков кто пользуется там облачным хранилищем все обычные люди да поэтому согласно документации его разворачиваем значит работать он будет с правами вот этого пользователя поэтому создаем такого пользователя создаем каталог вот посмотрите каталог диск 2 реклама курсов в разных курсах этот диск 2 используется для подключения там цефа например или шифрованного раздела или еще что то в общем такой как бы дополнительный диск ну и меню соответственно у нас будет там данные хранить свои отказоустойчивые может быть хранилище там дрбд в разных курсах разное вот и собственно параметры запуска нашего меню тоже давайте посмотрим параметры запуска нашего меню так здесь описывается каталог где она будет не куры не вебинар у нас про меню поэтому с минимальным просто запустить это известное решение с 3 хранилища и сделать так чтобы аутентификация в нем проходила с использованием кейклах и единая база данных пользователей поэтому вот такой минимальный набор действий для запуска если честно говоря еле остановился готовя материал этого вебинара потому что буквально сегодня я подумал а ведь еще забег можно кейклаку подключить тоже прикольно но потом сказал стоять хватит так не успеем ничего ну вернее мы все успеем но и так будет просто много времени и подключаясь к этому меню подключаясь к этому меню если смогу а нет подключусь по ip адресу есть причины почему по ip адресу с хост системы с хвост системы подключаясь 192 168 так такая то соответственно 18 ip адресу с хост системы так ну и наш пользователь root root так root root пароль strong password так вот это конечно задолбать готово так ну и можно пойти простым путем можно создать пользователя создать пользователя создать пользователя юзер один с параллём например minio password 1 m password 1 вот такой пароль смотрите да так и вот обращаю внимание что для minio требуется атрибут пользователя вот как это важный момент атрибут пользователя если до сих пор нас вполне устраивал только логин пользователя подтвержденный то теперь нужно атрибут пользователя но так можно сказать сейв можно сказать сейв и можно попробовать к нашему меню подключиться чтобы подключиться к нашему меню надо пойти на нашу станцию рабочую клиент 2 так ну и добавить сюда ну и добавить сюда url к нашему меню значит это будет у нас http двоеточие меню меню корпорация такая так кстати обратите внимание что мы не будем здесь морочиться с https потому что верификация учетных записей у нас производится в кей клайке а там все с что теперь нормально так ну и соответственно могу подключиться попробовать на подключиться так ну и понимаю что неправ да вот на этот порт на подключаться вот и повторяю попытку так повторяю попытку соответственно подключаясь как юзер один один пароль меню паспорт один паспорт один подключаюсь там создаю корзину допустим называю юзер один бакет вот что-нибудь туда загружаю показать что она работает на так ну и в документах у нас там как раз документ сохранялся да вот собственно мы его сохранить так ну и понятно что мы должны решить с вами задачу единоразовой аутентификации и соответственно для гитлаба проверим и для меню так ну с гитлабом давайте доделаю меню вернусь попробую еще раз подключиться гитлабу вот соответственно попробую подключиться попробую подключиться через кей клак и и увижу другое сообщение значит мало того что гитлаба мало кто пользуется из нормальных пользователей еще и ненормальные пользователи должны явно разрешить использование кей клак поэтому мы с вами должны еще раз в последний раз ввести логин и пароль прямо вот здесь прямо в самом приложении гитлаб потом найти наш профиль найти наш профиль найти наш профиль так в профиле найти аккаунт профили найти аккаунт и сказать что я разрешаю использовать кей клак вот ну и соответственно соответственно теперь магию до проверим магию проверим закроем все вот это дело откроем откроем самого начала вот попробуем подключиться к нашему гитлабу вот его ссылка да вот подключаюсь нажимая на кнопку кей клак заворачивает меня на кей клак ну и дальше все точно также будет как с почтой если я в первый раз подключаюсь гитлабу то меня завернут на кей клак ну а если уже где-то подключился то собственно будет прозрачная аутентификация вот но и теперь можно добавить гитлаб в копилку наших приложений и вернуться вернуться в наш план лабораторных работ что у нас осталось два задуманных веб-приложения это меню и big blue button вебинар меню замечательно тем что требует модификации атрибутов учетных записей собственно это это позволит нам еще один нюанс кей клак изучить но я хочу посмотреть что там у меня с big blue button big blue button где наш big blue button так вебинар слушайте она говорит что она доработала до конца ничего давайте вебинар попробуем подключить чтобы уже с меню финальной лабора забраться так пробую посмотреть как работает у меня как работает у меня вебинар как работает у меня вебинар пробую посмотреть так как он работает без всякого кей клака давайте посмотрим значит я добавлю сюда url https вебинар там у нас все с https вебертиси без https не работает поэтому все будет по-настоящему вебинар вебинар корпорация такая-то и ну и пробую подключиться так подключаться но вот первое что сразу бросается в глаза что даже не надо админом быть из коробки он работает так просто каждый кто его нашел может зарегистрироваться написать здесь иван это я мой email соответственно юзер зер один собака корпорация такая-то .ю вот придумать себе пароль ну например это будет в а ничего не в эту-то не требование к паролям быть здорово поэтому w и дальше микрософтский паспорт вот такой я веду w и микрософтский паспорт 1 да вот создать аккаунт и все можно начинать видео конференции но нам-то это не интересно нам-то интересно чтобы через кей клак было все поэтому открываем перед меню сервис bbb и собственно доделываем эту лабораторную работу потому что вебинары вещь может пригодиться даже без всякого кей клака значит для интеграции с кей клаком необходимо перейти в приложение green light которые собственно перейти в канала приложение green light это можно сказать веб-интерфейс big blue button и дальше согласно документации надо носить кстати запущено но в докер контейнере вот интересный пример что докер контейнер настраивается через файл environment поэтому вот даже с точки зрения как бы работы с докером и докер композда полезно и сюда я добавляю добавляю вот так вот настраивается green light веб-интерфейс популярному решению big blue button на использование кей клока и соответственно сохраняю так и достаточно докер компу зап дать команду чтобы у нас эти параметры чтобы у нас эти параметры применились здесь я тоже не стал себя путать везде цифра 13 написано вот ну и соответственно она у нас через какой-то момент через какой-то момент за работой к сожалению тоже здесь некая пауза потребуется которая хотелось бы чем-то занять ну и чем ее занять наверно все таки мы тогда меню продолжим меню продолжим значит так все запустят интеграция с кей клак ну давайте big blue button тут последние уже лабораторные работы остались не вижу эту самого главного момента сейчас копирование файлов контейнер да все вижу ладно пускай это закладочка останется значит с меню меню значит интеграция с кей клак меню давайте посмотрим как она осуществляется она осуществляется следующим образом ну во первых обязательно нужно на сервере на котором работает меню добавить корневой сертификат в линукс систему для этого нужно скопировать crt наш каталог так апдейт сертификат сделать сделаем так и насколько я помню меню рестартануть потому что он не обнаружит эти изменения до рестарта так теперь перезапустив меню я могу его настройках ну во первых придется переподключиться к нему придется переподключиться теперь я могу пойти в раздел пользователей идентики и не заводить пользователей как мы это делали до сих пор каждого по отдельности а использовать коннектор open айди соответственно мы с вами создаем коннектор open айди ему надо придумать какое-нибудь название ну я решил назвать его там просто корпорация корпорация такая вот а параметры подключения можно взять из веб-приложения которые мы с вами которые мы с вами уже которые мы с вами уже настраивать вот эти строчки можно взять вот отсюда они точно такие же в меню прописывается так ну и надо заменить иксы на номер стенда на правильный так клиента иди соответственно и не клиент ну и пароль если честно можно требует его ввести поэтому пароля прям такой же напишу так ну и собственно говорю сэйв сэйв значит задолбает сохранять значит говорит что надо меня рестортовать но если я попробую подключиться если я попробую подключиться давайте попробую подключиться то увижу то если попробую подключиться где наше меню вот оно да если я попробую подключиться используя посмотрите да лоджин виза сессо корпорация 13 если я попробую подключиться например как юзер 2 как юзер 2 с параллелом microsoft active directory пароль password 2 то я увижу вот такое вот сообщение о том что до дата кредоша лвил так но как то я не вижу здесь сообщение что профиля нету но именно 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 его и не хватает так или не так мы с вами сейчас увидим то есть чтобы у нас заработал чтобы у нас с вами заработала меню мы должны нашим пользователям добавить добавить атрибуты атрибуты которые нужны для меню и вот здесь требуется выполнить большое количество действий которые которые могут привести к моим ошибкам поэтому смотрите внимательно помогайте так я сейчас чат гляну да 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 можем прописать алексей в какие веб-приложения да да все это матрица доступа может быть настроена абсолютно верно я взял самый простой случай когда любое веб-приложение к нашей базе данных пользователей может использовать нашу базу данных пользователей поэтому поэтому меню допиливаем значит добавление атрибутов key clark вот это вот просто не вещи мне надо будет сделать мне надо вспомнить как-то мой key clark все еще администратор я там или нет дам рут соответственно с трон паспорт стронг паспорт так дальше буквально списываю списываю с доски до клиент область клиентские скорость до область область клиентов создаю значит новую область так соответственно все из документации к минимуму назовите ее например вот так вот беру называем так хорошо так следующее в разделе мапперс я должен создать новые новые новую новую связку значит новый атрибут юзер атрибут насколько я помню смотрю до юзер атрибут значит мои пользователи будут использовать соответственно область меню полисе маппер вот а сам атрибут будет называться полисе 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 мы с вами видели когда создавали вручную пользователя в меню ну и соответственно юзер атрибут полисе токен клайм нейм тоже читаете что это такое можно найти на гуглить очень быстро так документации сказано заполните мультивы лет включите включил агрегировать атрибуты тоже включил видимо там может быть несколько политика агрегирована в одном ответе так ну и соответственно теперь я должен значит сохранить все это пойти в веб-клиенты и указать для каких веб-клиентов эти политики пользователей использовать и у нас с вами один единственный веб-клиент соответственно так ребята я понял что ошибся надо было это делать в поэтому повторяю все снова вот это была ошибка да это была ошибка хорошо во время заметил так минимум авторизация раз сохранить так дальше мопер с нее макер значит соответственно юзер атрибут так имя соответственно меня полисе макер так юзер атрибут полисе тут уже в истории несколько раз прогонял от вебинар поэтому так мульти вылет так теперь иду в раздел users нет клиенты и в клиентах нахожу мое веб-приложение грубо говоря все веб-приложение и для всех веб-приложений и для всех веб-приложений включаю клиент скуп скуп так скуп и соответственно здесь добавляю клиент скуп область так минимум авторизация добавляю и добавить по умолчанию добавить по умолчанию добавить по умолчанию но и это еще не все теперь для каждого пользователя для каждого пользователя необходимо указать этот полисе кстати вот интересный момент помните юзера 1 мы заводили руками юзер один есть в актив дарик так вот если я удалю здесь пользователя юзер один нашего руками заведенного в кей клаки то я смогу увидеть уже всех пользователей теперь увижу пользователя юзер один из актив дарик но нашим подопечным является юзер 2 поэтому я добавляю ему добавляю ему атрибут атрибут вот ну и вот здесь вот интересно почему-то все руками надо писать полисе и тему и содержимое рид в райте и соответственно говорю сохранить и теперь есть шансы что мой пользователь сможет подключиться к меню есть шанс что он сможет подключиться к меню сможет подключиться к меню и соответственно вероятно надо попробовать все сначала так почему обратитесь внимание что по http до подключаюсь никакой безопасности до дальше говорю хочу войти через на кей клак здесь у меня https логин и пароль я ввожу безопасно вот и возвращаюсь в общем на небезопасную страничку и вижу здесь бакет ну еще раз внутри меню мы никакие права не расписывали поэтому кто угодно может видеть вот этот вот файл вот его содержимое на тот момент короче мы с вами видим что сюда мы подключиться смогли поэтому меню тоже ставим галочку мы это увидели вот и остается у нас сервер вебинаров сервер вебинаров мы можем попробовать подключиться вот таким вот образом прям здесь же так сервера вебинаров вот смотрите теперь никакой кнопки регистрации нету есть только кнопка войти и мы видим вот такой вот ответ я его сразу увидел page not found и завис часа на два тоже вот но прочитал здесь вот это вот сообщение и нашел решение на каком-то мутном форуме решение заключалось вот в чем решение заключалось в том что green light не знает про наш корпоративный сертификат и чтобы он про наш корпоративный сертификат знал необходимо совершить следующее погружение в докер перед вами да значит у нас green light работает в докере это можно увидеть вот такой команды до докер докер ps green light работает в докере соответственно мне надо туда добавить корпоративный сертификат идем на курс linux 3 там рассказывается как работать с докерами в том числе контейнерами рассказывается что есть команда докер кп которая позволяет скопировать файл контейнер позволяет скопировать файл контейнер докер экзек который позволяет выполнить внутри контейнер команду в принципе команда можно проверить можно ли теперь внутри этого контейнера например например, обратиться по HTTPS к какому-то ресурсу, ну, и главное, чтобы после перезагрузки у нас ничего не потерялось, мы просто берем эти изменения, коммитим в контейнере, коммитим в контейнере, коммитим, вот, в общем, краткая история работы с докером, вот, и повторяем, вот, в принципе, такие вещи ищутся очень долго, по крайней мере, я про себя могу сказать, на вебинарах рассказывается за 30 секунд, поэтому, вот, держите, да, в случае использования корпоративного сертификата, вот, лайфхак, ну, и, собственно, ради чего все это было, ради чего все это было, можно ли теперь подключиться к серверу вебинаров, можно ли подключиться к серверу вебинаров, из вебинара, да, вебинар в вебинаре, ну, давайте посмотрим. Да, конечно, мощно оно тормозит, давай, давай, люди смотрят, войти. Вещь, смотрите, вошел Петров, говорю, запусти-ка мне вебинар. Мне кажется, самое ценное приложение на этом вебинаре, это то, что вот я сейчас показываю. Не, ну, меню, хорошо, почта, это, конечно, хак был в чистом виде. GitLab – сомнительная вещь для Single Sign-On, ну, если только у вас непродуктовая компания, там, на 500 разработчиков. Что еще? Дженерик веб-приложение, мне кажется, неплохо, да, это полезно, то, что можно всегда, вот, к нам в университете обращаются, вот, мы хотим подключить, там, к вашему, там, кейклаку. Как это сделать? Я просто отправляю, вот, параметры Generic в приложение, говорю, вот, держите, вот, хотел вебинар в вебинаре записать, ну, давай, запускайся, люди смотрят. Вот, и, собственно, смотрите, оно, кажется, пытается, да, микрофона у нас нету. Давайте, давайте расшарим экран, расшарим экран, весь экран расшарим, поделиться. Давайте включим запись. Давайте запишем 30 секунд видео. Давайте остановим видео, да, ну, что-нибудь запишем, да, что-то у нас есть, вот это есть, вот это есть, да, остановим видео. И остановим вебинар. Так, так, ну, и подведем итоги, итоги давайте подведем. Значит, закрываю все, итоговое тестирование в чем заключается. Там, итоговое тестирование, что мы с вами, что мы с вами добились, ради чего мы два часа с вами старались. Что у нас получается? У нас получается, что сотрудник может, например, с утра зайти в любое из веб-приложений. Давайте проверим, так это или не так, да. Сотрудник с утра может зайти в любое из веб-приложений. Ввести свой логин и пароль. Ну, я начну, например, с тестовой страницы, да, юзер 2, юзер 2, паспорт 2. Так, дальше, дальше он может, например, подключиться к тестовому веб-приложению. Не знаю, зачем ему это надо. Незачем, да, вот оно работает, вот у нас здесь, соответственно, Петров. Дальше он может подключиться к почте. Почта – это то, что надо. Почта – это может подключиться к почте, не вводя больше логинов и паролей. Он может подключиться к серверу вебинаров, не вводя никаких больше логинов и паролей. И он может подключиться к облачному ОС-3 хранилищу меню, не вводя никаких логинов и паролей. И даже посмотреть запись записанного в вебинаре вебинара. Так, коллеги, все, у меня все получилось. Значит, я очень счастлив. Не зря потратил последние две недели, готовясь к вебинару. Заплатят мне за 45 минут. Занимались мы два часа. Но вещь, но вещь крутая. Значит, рад был, что вы подключили. Сейчас будет секция вопросов и ответов. Я останавливаю запись и с вами еще поговорим.